салют друзья и зрители в мурманской области на самом краю русской земли расположена неповторимо красивая но труднодоступная бухта долгая щель многие называют ее единственным фьордом в нашей стране расположена бухта всего лишь 10 километрах от норвежской границы и в нескольких часах пешего перехода от заполярного поселка ли на хамаре но кроме природных красот долгая щель интересна своей военной истории период великой отечественной войны вермахт организовал здесь три опорных пункта для обороны побережья это были второстепенные оборонительные рубежи где не велось боевых действий однако удаленность бухты от цивилизации позволила сохранить часть уникальных артефактов главный из которых башня французского легкого танка гочкинс х-35 установленная на немецкой огневой точке по пути к редкому фортификационному сооружению встречаются и первые следы войны немецкие скальные укрытия в одной из долин долгой щели а до войны в долгой щели дружно жили немногочисленные русские и норвежские рыбаки саамы и финские колонисты последний же и назвали бухту на свой лад первого оона что в переводе означает оленья губа в своем походе я не встретил ни оленей однако зайцы здесь бегают весьма весьма большие и не особо пугливые однако места здесь глухие и редкие туристы могут встретить здесь и медведи и не менее опасную росомаху при этом какая-либо сухопутная дорога в бухту отсутствует и попасть в долгую щель можно либо на катере из или на хамаре либо пешим маршрутом у меня общий путь от полков бывшей войсковой части у озера трифона ярви занял около 10 часов на дистанции 36 километров основная сложность данного маршрута заключается в большом перепаде высот поскольку окружающие бухту возвышенности достигают 370 метров рядом с немецкими подземельями уголы яна лавара можно также найти останки корпуса немецкого стационарного огнемета под страшным названием обверху фламенверфер 42 по сути являющимся аналогом нашего огнемета фод 1 часто немцы закапывали в землю такие огнеметы по несколько штук в ряд и маскировали их в действие убийственная огненная смесь приводилась немцами дистанционно либо при контакте наступающего противника с растяжкой в таком случае перед нашими бойцами вставала стена огня дальностью действия около сотни метров как правило применение огнеметов имела довольно сильное психологическое воздействие на наступающего противника поэтому огнеметчиков в плен традиционно не брали чуть дальше всего в нескольких сотнях метрах можно встретить развалины советского поста технического наблюдения на мысе румыни схеме покинутого после окончания холодной войны гарнизон радиотехнического поста северного флота состоял из мичмана и двух матросов для которых построен был жилой дом баня дизельная электростанция и операторская мой хороший знакомый и проводник или на хамаре олег я роми поделился со мной фотографии башни танка в июле 1991 года когда состава уже было давно покинет подобные французские трофейные башни часто устанавливались на типовые немецкие огневые точки атлантического вала несколько таких было и в на хамаре но к сожалению до настоящих дней они не сохранились есть только один сильно заросший землей фунтанк наставших участвовать в лесах сам же французский пехотный танк дождь 35 начал выпускаться за несколько лет до большой войны в 1936 году Экипаж небольшого, но хорошо бронированного лёгкого танка состоял из двух человек. Вооружение включало 37-мм орудия и плюшки. Селенинг-то капитуляции в Рамске в 1930-1940 году был воплощен около 1200 подобных танков в различных атаках. Однако их активное применение не помогло победить Третий Рейх и около 600 трофейных гочкисов досталось Германии. В основном они применялись на второстепенных театрах боевых действий на Балканах, Финляндии и Франции. Часть машин была переоборудована самоходные артиллерийские орудия, гаубицы или реактивные минометы, также тягачи и артиллерийские наблюдатели. Оставшими ненужными башни рачительные немцы пустили в дело при строительстве укреплений Атлантического вала. До наших дней сохранилось всего порядка десятка таких машин. В основном модификации Х-39 с длинноствольным орудием, одна из которых экспонируется в Москве в парке Патриот. Причем патриотовский танк из 211 батальона вермахта был также захвачен в Заполярье в 1944 году на Кандалакшском направлении. Башня в Долгощеле была снята с редкой ныне модификацией Х-35, где была установлена краткоствольная 37-мм пушка СА-18Л-21. Неизвестно только об одном таком танке, который в 2008 году в весьма плохом состоянии был найден у себя на родине во Франции, причем без башни. Небольшое бетонное укрытие под башней было рассчитано на одного стрелка с боезапасом, способным простреливать всю бухту в Долгощель. Так же, как и на танке, башня вращалась вручную и фактически управлялась одним членом экипажа. К сожалению, башня танка сейчас изуродована самопальным и уже успевшим развалиться крестом в память об утонувшем в бухте местным жителям. Удаленность и труднодоступность Долгощеле, а затем и в мурованный крест, позволил сохранить до наших дней эту французскую башню. В октябре 1944 года в ходе победоносной Пицамо-Киркенесской операции советских войск немцы бросили укрепрайон, а с тех пор башня так и стоит у входа в бухту. Субтитры создавал DimaTorzok Северный флот в рамках своей исторической программы планируют также попасть в это труднодоступное место и провести сложную инженерную операцию по переносу башни в один из наших музеев. А это значит, что 80 лет одиночества Гочкиса подойдут к концу этот уникальный артефакт Прошедшие войны смогут увидеть все желающие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok